Друзья, привет! Это Рома Турист. Канал, где ищу необычные интерьеры и смотрю уникальное жилье. Сегодня я в Москве. Здесь отличная погода, как всегда. Я приехал в гости в квартиру Анастасии Постригай. Анастасия Постригай – искусствовед, и она основала онлайн-курсы по истории искусств. У меня обычный дом, я не знаю, что там внутри, поэтому пойдем смотреть вместе. В этой квартире живет Юрий Викторович, Анастасия, наш сын Михаил, дочь София. Также с нами всегда няня Ангелина, няня Даша. Еще приходят регулярно в гости моя мама, моя свекровь. И еще периодически 20 человек гостей. Мне кажется, она подойдет для семьи, где поменьше людей, потому что мы не умещаемся и нам тесно. Квартира для тебя – это что? Это такой дом, это место, где поспать, это вообще что? Это все, потому что я здесь нахожусь 24 на 7, так как у меня нет офиса. Моя компания полностью работает онлайн с самого основания. Соответственно, я здесь и живу, я здесь и работаю, у меня дети не ходят в садик, в школу, мы на семейном образовании, поэтому еще все время здесь. То есть и школа у тебя здесь, и офис. Ну да, поэтому здесь все. На съемках Настя рассказала мне о своей компании, что она работает онлайн. Вообще удивительно, как современный мир объединяет людей. Ведь выпуск с Настей мы снимали в Москве, я сейчас нахожусь в Европе, а вы можете посмотреть этот выпуск из любой точки мира. Сегодня я расскажу вам о сервисе, который объединяет людей. Флаулау – это маркетплейс цветов и подарков с быстрой доставкой в 950 городов по всему миру. Возможно, вы уже слышали про этот сервис, ведь платформа активно развивается и добавляет новые категории. У вас есть возможность заказать бьюти-боксы, косметику, десерты и товары для интерьера. А по промокоду ROOMTURIST вы получаете скидку 10% на весь ассортимент товаров. Кстати, у сервиса есть приложение для iPhone и для Android. С его помощью вы сможете оформить заказ, и некоторые исполнители смогут сделать доставку уже через 40 минут. Копите бонусы и оплативайте ими до 100% стоимости товара. Ссылка в описании. Порадуйте своих близких подарками, даже если находитесь далеко. Вы также заказываете цветы и горшочные растения для своего интерьера. Я сейчас так и сделаю – закажу букет для своей мамы. Когда мы заходим в квартиру, вас встречает приятный полумрак, потому что у нас мало света в коридоре. Заходите налево, моете руки в гостевом санузле, и дальше проходите прямо, выходите на свет. И сразу же приятное ощущение, что вокруг много приятного цвета, картин. На кухню порачиваешь налево. Слева от холодильника термопод, где можно налить горяченькой водички, а потом проходишь дальше, где стоит кулер с холодненькой. Это по классике просто. И наполняешь свой чудесный термос, пьешь водичку, проходишь прямо, садишься на диван, и хорошо. Друзья тоже здесь собираются? Мы очень любим тусить. И я гостеприимная хозяйка. Когда я делала планировку этой квартиры, у меня основная задача была, чтобы я могла разместить как можно больше гостей за столом. И когда мы дойдем до гостиной, я покажу стол, за который я могу усадить около двадцати человек. Вчера с мужем приняли решение, что мы строим дом, потому что нам не хватает места. Ого! Да, ого! Давай расскажем, кстати, давай расскажем сразу, кто у тебя муж. А муж у меня, олимпийский чемпион Юрий Постригай, завоевал золотую. И чемпион мира, и чемпион Европы, чемпион всего, по-моему. Чемпион России, да. У него есть все титулы, которые только есть в спорте. Самое любимое место – это посидеть на диване, почилить, отдохнуть, насладиться, восстановиться перед тренировкой. И на кухне мы вечерком любим вечерок хлеб с маслом покушать. Вот эта вся зона, она была сделана, спроектирована конкретно под эту картину. Сначала я купила это полотно, а потом мы уже и свет подбирали, и банкетку подбирали. То есть изначально в проекте здесь было зеркало, но когда картина появилась, я сразу же переделала проект. Скажи, пожалуйста, эту картину. Это художник Гиде Нидзе. У меня его целая коллекция. Это 50-е годы, да. Это человек, который в советское время писал такое искусство, создавал такое искусство, которое не совсем входило в рамки соцарта. Потому что, вы видите, здесь нет истории про достижения советского народа и так далее. Здесь больше любование природы и уход, такой символизм в искусстве вообще начала 20-го века. Мне так даже кажется, что это как будто интерьерная картина. Вряд ли это так, да? Ну, интерьерная картина, что в твоем понимании? Иногда называют интерьерными картины, которые не имеют какого-то четкого сюжета. То есть, что-то такое. Ну, мне кажется, интерьерная картина – это обидное название для такой живописи, которая написана специально художником для того, чтобы человек увидел ее и понял, хорошо будет висеть над диваном. Слушай, а мне наоборот кажется, что интерьерная картина, в общем, интерьерной квартирой называю интернетной. Проф-деформация. Да-да-да, проф-деформация, правда. Наоборот, то, что человек готов повесить себе домой. То есть, не вот что прийти где-то на выставке, посмотреть и уйти, а то, что он готов дома. Ну, не знаю. Мне кажется, что эта работа, она такая медитативная, и, конечно, ее нужно смотреть вот оттуда, да, мы так слишком близко к ней расположены, потому что у нее широкий мазок, она большого формата, и нужно ей пространство, воздух. Она немножко здесь не на месте своем висит, да, но так вышло. Нет ли здесь какого-то неудобства? Если ты говоришь, что, допустим, для гостей недостаточно, не хватает там, что-то такое? Неудобства нету, но просто нас много всегда, и мы большие любители обуви, поэтому тут просто вот такая вот ситуация, вот такая вот прям вот… Ой, слушай, красота. Вот такая ситуация, да. Это еще постоянно кастинг проходит. Ну, это еще Юлина, да? Да, что носим, что не носим. Постоянно я что-то отдаю, вбрасываю. Ну, это что я все занимаю? Ну, да, нет. Нет, я не в нем приказываю. Не подумайте, все по-честному. Та-дам. Опа. А, теперь честно. Вот, в России падает. Опа. Да, патриотичные кеды. Есть еще у нас очень классный элемент. Это вот эта консоль. Здесь проблема была. Подобрать правильную консоль, ее просто, в принципе, не было в продаже, потому что она должна была быть очень узкой и компактной, потому что здесь сразу же выходит угол, и если бы она была бы широкой, то мы бы просто бы, ну, постоянно, да, бились бы об углы, и это было бы неприятно. И мне девочка со своими родственниками в какой-то деревне сделала вот эту штуковину. А, то есть это вообще просто заказ сделала? Да, сама выпилила. Это, ну, просто дружеский жест. А есть ли что-то, чем в итоге ты осталась недовольна, что в ходе эксплуатации оказалось, что, ну, вообще не то, все плохо? Это цементная плитка. Она была в тренде в 2018 году и последние годы. Когда мне ее уложили, я сначала напрягалась по поводу того, что здесь есть много неровностей. Я, конечно, понимаю, что это ручная работа, но не до такой же степени. То есть вот эти вот как раз рисунки, да? Да, но самая большая проблема, что она очень сильно впитывает любую грязь. Особенно мы можем это увидеть. А внутрь впитывает? Да, и оттереть это ничем невозможно. Я пользовалась уже всем, что только мне советовали подписчики и в интернете то, что находила. Ничего не работает. Ого, красота какая! Сколько света! Здесь у тебя собирается 20 человек? Да, да. Вот тут есть замечательный стол, который… Слушай, стол правда какой-то интересный у тебя? Выдвигается, да. И, соответственно, получается очень… То есть он в два раза больше становится? Ну… В два, не в два? Ну да. А, нет, вообще здесь тоже, да? Да, там тоже выдвигается. Ты нормально относишься к тому, что вещи стоят, допустим, на виду, но у тебя-то здесь это скорее как предметы декора, да? Потому что часто очень любят, особенно когда там минималист, такой прятать, всё спрятать. Но это не про тебя, да? Меня это, честно, напрягает, но я без этого не могу. Мне не нравится, когда много визуального шума, но это невозможно, когда у тебя дети, и здесь просто нельзя было поставить что-то большое, массивное и закрытое. Здесь нужно было, чтобы были какие-то лёгкие воздушные стеллажи, и, соответственно, ну, в нашей семье невозможно так. Если есть какая-то поверхность, значит, там должно что-то стоять. У меня тут есть антикварные тарелки, вот 1959 год, и Жан Кокто. Здесь ваза современной художницы, она мне её подарила. Тут вот много всяких таких интересных, важных для меня вещей, поэтому, с одной стороны, это визуальный шум, с другой стороны, это всё для меня важно. Мне очень было важно, чтобы мы не вбивали гвозди в стены. Я люблю картины, люблю их покупать, и у меня была идея, что я постоянно буду менять экспозицию. Поэтому, да, я сделала такие подвесы, то есть они очень функциональны, да, можно вешать любую живопись, графику, и при этом ничего на стене не останется. А вообще пригодилась? Ты меняла? Нет. А, то есть никогда, да? Как повесили, вот так вот она всё и висит. Я не видел такого, хотя это очевидное решение и очень простое. Настя сделала в своей квартире как в галерее, то есть система подвесокартин, она именно так сделана, как в галерее. То есть она сначала установила подвес, и на них уже на лесочках висят картины. Заметь, как всё по цвету сочетается, да, то есть стены, они под гидонидзе, диван под, кресло под гидонидзе, диван под гидонидзе, всё. Ну а как вот, допустим, цвет стен выбирали? Ведь изначально… Под картины. А, потому что ты знала, какие картины? Конечно, они к тому времени уже ждали того момента, когда их повесит в новой квартире. Обычно же делают совершенно наоборот – цвет стен, потом уже картины подбирают. А здесь, когда картины, которые нравятся, под них уже цвет стен и всё остальное, и как раз картины определяют в итоге, что получится по цвету. То есть всё цветовое решение обусловлено картинами. Это Шагал. Это литография. Неважно, что это не живописное произведение, ну, просто живописное, стоит безумный денег. Ну, Шагал, да, в квартире повесит. Сотни тысяч долларов – это невозможно. А литографию, в принципе, можно себе позволить. Она стоила, по-моему, 70-80 тысяч рублей. Литография? Да. Литография – это как бы печатная графика. Шагал сделал образец, напечатали определенное количество экземпляров. А сколько таки? Вот этих, по-моему, 60 в мире. И одна из них у тебя? И одна из них у меня. Слушай, Настя, а какой у тебя самый популярный обучающий курс? Наверное, Рашпаргалка. Благодаря ему можно получить общее и при этом системное понимание истории искусства. А сколько у тебя, примерно, людей там в год учится, по-моему? Тысячи. Слушай, а мы можем подписчикам такое как-нибудь подарить? Конечно, да. Давай сделаем конкурс. Станцевать. Давай, давай. А что надо сделать для этого? Станцевать красиво как-то? И выложить в комментарии. Ой, клево. Отлично. Нет, давай что-нибудь посложнее. Давайте так. Включим фантазию. Представьте, что у вас неограниченное количество денег, и вы можете себе купить любую картину, даже ту, которая висит в музее. Какая это будет картина? И напишите в комментариях. Слушай, я знаю, что у меня мама напишет. Она с детства все время говорит, что Айвазовского ей очень сильно хотелось. Вот так можно, да? Да, да. Даже если это очень дорого, можно писать в комментариях, да. И мы тогда выберем кого-нибудь случайного, да, из всех комментариев? Да, и подарим Марк Паргалку. Прикольно. Супер. Вам участвуй обязательно. Пиши, пиши. Очень важный момент, как вешать графику. Нужно сделать так, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи, поэтому мы повесили ее сюда. В смысле, из-за выгорания, да? Да, да, да. Она может выгореть, поэтому графические работы нужно всегда вешать так, чтобы был, ну, тенек какой-то, ну, не напротив окна, иначе вы ее просто потеряете. Это не Гиде Нидзе, это современная художница Евелина Петренко. Она живет в Америке. То есть она тоже была, ну, уже было известно, что она здесь была, да? Да, да, да. Поэтому мы планировку сделали такую, чтобы была возможность повесить две большие картины. Мы долго гадали, в какую сторону, но просто когда повесили сюда Гиде Нидзе, он слился с диваном. Поэтому ему лучше здесь вот так вот разговаривать друг с другом напротив. Ну и зелень. Зелень, она оживляет. Ты любишь? Да, да, да. Ну, они у меня дохнут. Вот то, что мы сейчас видим, это одна третья от того, что осталось. А, серьезно, было больше? Их было еще гораздо больше. Их было очень много. Это треть? Это треть. То есть, получается, две трети уже... Они сдохли, да, к сожалению. Но я люблю их, но какой-то своеобразной любовью. Ну, что? Ты здесь хозяйка? Да. Или здесь у тебя хозяйка? Кто-нибудь? Не-не-не, я очень люблю готовить. Да, я люблю сам процесс, люблю придумывать. А люди едят то, что ты готовишь? Да, да, я вкусно готовлю. Да, да, да. И... Значит, у тебя кухня вся эксплуатируется здесь? Все прям по полной программе. У меня здесь мало места. Вот и хотел тебя спросить. Но по-другому, к сожалению, невозможно было никак спланировать. Это очень неудобно, когда мойка в углу вот так. У нас самое популярное место в доме – это вот это. То есть вот если становишься мыть посуду… А следующая очередь, да? Обязательно кому-нибудь нужно выбросить мусор или налить воду, или вот чайник, вот прям вот у нас всегда здесь очередь стоит. И это как-то очень странно. То есть занимать заранее, да, очередь? То есть до никого, то как все понабегут – это удивительно. Роскошный у нас есть смек. Вообще это звезда этой кухни. Если в гостиной звезды это картины, то здесь это наш смек. Очень красивый, да. Я его прям очень сильно люблю. Это произведение искусства, восхитительный. Но он у нас недавно сломался. Пришел мастер. Мы его подчинили, по-моему, за 18 тысяч. А так вообще удобный? Потому что обычно же его покупают просто ради дизайна, внешности. Нет, он очень удобный. У него вместительная морозилка. И внутри полки меняются по высоте. Он легко оптимизируется. Сейчас посмотрю, насколько там… Там все… Ну, не так уж красиво, но ладно. Добро пожаловать. Очень удобно, когда есть кладовая или кладовая, не знаю, как правильно. Кладовая, наверное. Да, кладовая. Да, кладовая. Звучит, да, по крайней мере. Это очень удобно для хозяйки. Просто невероятно. На мой взгляд, это замечательно, когда есть отдельные небольшие помещения, чтобы хранить вот все то, что в квартире обычно нужно хранить, а не там распихивать по шкафам. Это мне очень понравилось. Я бы тоже себе так с удовольствием сделал. Просто об этом нужно не забыть, я считаю. Настя, сначала подумала, что это детская комната, а сейчас вижу, тут один взрослый ребенок. А алтарь славы нужно было где-то расположить, и мне просто пришлось это сделать в детской, потому что, ну, в гостиной это бы отвлекало. И я не знаю, где в гостиной могло это висеть. Потом мы подумали, что это классно, это как мотивирующая такая для Миши история, что он как бы утром просыпается, тут папины медали. Ну, в общем, его вообще никак это не мотивирует. Серьезно? Абсолютно, вообще. Для него это данность, что папа чемпион. Блин, он просто привык, да, то есть он не верит, что это вообще, что папа человек уникальный. Но они с Юрой выиграли первое место в заезде отцы и сыновья на Акуке. То есть это для него самое главное. И Миша получил вот этот кубок, а это Юрин. То есть вот этот момент для него очень важен, когда он сидел с папой вместе в лодке, они выиграли, потом он стоял на педестале, и он в этот момент, наверное, ощутил вот прелесть победы и стал как-то по-другому относиться. Это увлажнитель. Если они выживут до октября, то мы ему подарим черепаху. А я не хочу черепаху. Какая ты хорошая мама. А это вот большая муравьиха, да? Это матка. Матка. И у нас родилась вторая матка каким-то образом. И я помню, что утром началось с того, что Миша бегал по квартире. У нас две матки! Две матки! И соседи в шоке вообще, что происходит. Странные люди. Слушай, по самой комнате, что тебе кажется, что здесь хорошо получилось, а что, допустим, неудачно? Ну, здесь не хватает места для хранения, но я не знаю, куда еще запихнуть все эти игрушки. Хотя мы постоянно проводим ревизию. Просто, мне кажется, для каждого ребенка должна быть отдельная комната. И много-много-много вещей. Дети просто взяли и все сделали по-своему. Они взяли и натащили туда кучу вещей откуда-то. Мы их выбрасываем, а все равно эти вещи как-то появляются. Они почему-то не спят в своих кроватях и сделали все по-своему. Мы могли там запланировать кучу всего, но все равно они сделают так, как им нужно и им удобно. Спасите! Ность, какая приятная спальня, а? Очень приятная. Прямо сразу захотелось поспать. Спальня? Нет, на самом деле очень красиво, да. Цвета очень такие приятные. Я вижу одно чудесное дизайнерское решение. Вообще замечательно. Ну... Просто детская кроватка прямо напротив, да. И, к сожалению, я это прям ненавижу. Расскажи, что здесь тебе больше всего нравится? Мне нравится здесь все. Здесь очень атмосферно и зеленый цвет. Мне кажется, он идеальный для сна. Он так расслабляет и утром, наоборот, вдохновляет на великие дела. Ну, какой-то он очень-очень классный, ни в коем случае не давит. Еще меня очень впечатляет. На самом деле все очень красиво, а очень необычный свет у тебя здесь. А это вопрос вот такой вот, как в интернете смотрится это и как это смотрится вживую. Я думаю, многие с этим сталкивались, когда ты заказываешь что-то. Ты представляла, что она будет меньше, да? Да, я представляла, что она будет гораздо меньше. Когда... Я помню этот момент, когда рабочие ее собрали, и я захожу в комнату, и они такие... Анастасия, мы не понимаем... Она еще была, главное, на вот такой цепочке. Они ее повесили, и она вот такая вот тут висит. Вот здесь лежит, да? Мы не понимаем, что с этим делать, и как быть тут, и так далее. И у меня прям шок такой. А у меня был потрясающий прораб Владимир. Он такой, Анастасия, все будет хорошо, не переживайте, я что-нибудь придумаю. И они убрали эту цепочку, как-то тут сделали, да, крепеж. Ну, то есть она вообще полностью, да, и отсутствует. Да. И вначале, я когда заходила с этим, такая ты здоровенная дура. Убирает тебя до сих пор? Дурында висит. Нет, мне прям нравится. Я называю это дурында или инопланетянин. Ну, то есть я пару раз только головой билась, когда сториз снимала тут на кровати. И все, больше я не снимаю сториз на кровати, потому что это больно. А так, в принципе, я считаю, что это даже интересно. Это художник Саша Рощин. Очень интересная техника, жидкий, горячий акрил. И каждый раз получается неповторимое произведение, потому что не художник создает произведение, а краска сама ведет себя как хочет. А он чуть-чуть только не управляет. А как этот процесс происходит? Это очень красивый процесс. А, то еще и процесс тоже так учился. Да, да. У него есть своя школа, он учит людей делать такие произведения, но он как-то особенным образом умеет оседлать вот эту краску, чтобы она все-таки, с одной стороны, делала свое дело, как она хочет, текла. Но, с другой стороны, он ее корректирует. И это сам процесс как произведения искусства. Друзья, если вы тоже, как и Настя Постригая, интересуетесь искусством, я советую вам подписаться на YouTube-канал Юрия Мельченко «Арт Патруль». И тогда вы тоже сможете прокачать свои навыки в сфере современного и вообще искусства. Шкаф очень хороший, но совопраздная была компания. Это второй неудачный опыт в нашей истории с ремонтом. Первое – это плитка, а второе – вот этот шкаф и розовый. И, кстати, и белый, да, розовый, и вот этот шкаф с обувью. А почему-то здесь нету вот зеленой панели. А должна была быть. Да, она должна была быть. И шкаф они это делали год. Хочешь угадать, что может тебе здесь смущать? Что? Да нет, здесь все классно. Ну, не знаю, две раковины, может, хотелось бы. Нет. Нет? А чего тогда? Ну, хотелось бы плитку другую. Вот просто вот-вот-вот. У тебя получается мечта жизни уже. Да, да, да. Нет, меня здесь все устраивает. Очень-очень уютное пространство. Здесь вообще недостатков нет на розыгрыше. Я считаю, что вот это помпезное зеркало, оно здесь добавляет такого шика. Зеркало вообще офигенское. Да, очень классное. Оно прям твое, оно тебе очень сильно подходит. Еще что у меня здесь место есть для картины. Это тоже очень классно, потому что в ванной картины обычно не вешают. Но мне было важно. Ванная – это вообще самое клевое место для картины. Ну да, но нельзя вешать в ванной живопись, потому что она быстро умрет. В смысле влажность? Масло, да, да, да. Масляная живопись, акриловая живопись, графика какая-то – это быстро умрет. Поэтому вот у меня здесь постер, и мне, во-первых, его не жалко, во-вторых, с ним ничего не будет не случиться. Ну, когда я захожу в квартиру, особенно здесь, если здесь чисто, то мне становится очень хорошо. И сложно выбраться куда-то на какие-то активности не дома. И иногда я по три-четыре дня не выхожу из дома, просто потому что у меня здесь в кайф. И всячески отнекиваюсь от всяких активностей, потому что мне не хочется отсюда выбираться. Дома красиво, уютно, есть много зелени. Я ухожу за цветами, они у нас, кстати, прижились на прошлой квартире. Дохнут. Ничего, они не дохнут. Ну, классно, я люблю домой приезжать. С удовольствием всегда приезжаю домой. Когда пришел сюда, я обрадовался, честно говоря, потому что я оказался, ну, можно сказать, что в обычной московской квартире. Квартира в Москве, 98 метров, то есть несколько комнат, то есть совершенно обычная квартира. Ведь обычно мы пытаемся найти что-то такое экстравагантное, что-то выдающееся, там, какая-то стилистика, там, дизайнер какой-то делал. Вот, здесь обычная московская квартира, но сделана очень хорошо. Настя действительно постаралась, у нее был хороший дизайнер, и получилось очень круто. Друзья, ну, а вы подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою доску в Минтресте, и приходите смотреть новые выпуски. Впереди очень много всего интересного, отличные квартиры, у которых очень интересные владельцы. С удовольствием пойду в гости и вас с собой зову.